Определить массу Земли не так просто, как, скажем, вес яблока. Ведь невозможно взвесить на весах целую планету. Однако можно сделать это косвенным путем. Одним из основных свойств физического тела является его вес. Вес — это сила, с которой тело действует на опору. Но Земля не имеет опоры и ни к чему не подвешена, поэтому веса не имеет. Зато имеет массу. Итак, как ученые вычислили массу планеты Земля? Расчет основывается на общеизвестном свойстве всех тел притягиваться друг к другу. Сила притяжения двух тел зависит от их масс и расстояния между ними. Был проделан небольшой опыт. К одной чашке очень чувствительных и точных весов подвешивается шарик, и весы уравновешиваются гирей, поставленной на другую чашку. Затем под первую чашку подводят большой свинцовый шар, вес которого точно известен. При этом оказывается, что весы выходят из равновесия. Большой шар притягивает к себе маленький. Величина отклонения составляет примерно одну миллионную часть сантиметра. Вот почему измерение нужно делать с особой точностью. Чтобы снова уравновесить весы, нужно на другую чашку положить небольшой добавочный грузик. Этот грузик и измеряет ту силу, с какой большой шар притягивает к себе маленький. Мы можем теперь сказать, во сколько раз сила притяжения земного шара больше, чем сила притяжения свинцового шара. Но это еще не значит, что во столько же раз земля тяжелее свинцового шара. Надо принять в расчет и то, что подвешенный шарик отстоит от центра земли на 6400 километров, а от центра свинцового шара всего на несколько сантиметров. Ученым в точности известно, как ослабевает сила взаимного притяжения с увеличением расстояния. Поэтому они смогли учесть влияние этого фактора и определить, во сколько именно раз земной шар больше свинцового. По результатам вычислений, масса планеты составила около 6 секстиллионов тонн. Если бы мы отвешивали такую массу на весах и каждую секунду клали на чашку миллион тонн, то только за 200 миллионов лет непрерывной работы смогли бы закончить такое отвешивание. А ведь миллион тонн во много раз тяжелее самых тяжелых сооружений, возведенных руками человека. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров весит 500 тысяч тонн, а современные океанские лайнеры не более 300 тысяч тонн. Конечно, в действительности опыт был обставлен не так просто. Чтобы сделать его суть понятнее, нам пришлось его упростить, отбросив все подробности. Притяжение свинцового шара настолько слабо, что для его обнаружения и измерения потребовался целый набор очень точных и сложных инструментов, устройство которых представляет интерес только для тех, кто намерен сам повторить этот опыт. Кстати, впервые массу Земли подсчитал доктор Невил Мэккеллен из Бертшира, Шотландия, в далеком 1774 году. И его результаты оказались очень близки к современным подсчетам. И еще интересный факт. С каждым годом Земля становится все тяжелее. На нее оседает примерно 30 тысяч тонн космической пыли в год. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Все это мотивирует нас делать более качественные и интересные выпуски. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok